Здоровый образ жизни Донорство является важнейшим разделом современного здравоохранения. Практика показывает, большинство молодых людей готовы откликнуться на призывы о помощи и прийти сдать кровь. Молодые люди, которые безвозмездно сдают кровь на регулярной основе, всегда следят за своим здоровьем и бережно относятся к нему. Донор – человек, который всегда помнит, что он живет еще и для того, чтобы спасать чужие жизни. Жизни, как правило, совершенно незнакомых ему людей, совершает тихий подвиг во имя других. 20 апреля в России отмечается один из важнейших социальных праздников – Национальный день донора. Именно в этот день, 181 год назад, пятибургский акушер Андрей Мартынович Вольф сделал первое в России успешное переливание крови от человека к человеку. Рецепиентом стала роженица, потерявшая большое количество крови, а донором – ее муж. С тех пор медицина шагнула далеко вперед. Открыты группы крови, внедрены технологии получения и применения ее компонентов и препаратов. Однако, как и прежде, миллионы жизней спасают доноры. В субботу, 20 апреля, Амурская государственная медицинская академия и Амурская областная станция переливания крови дали возможность каждому горожанину совершить благородный поступок в свой выходной и отметить праздник в донорском кресле. Сегодняшнее мероприятие было посвящено наиболее социальному празднику в нашей стране – это Национальному дню донора. Актуальность данного мероприятия главным образом условлена тем, что в нашей стране существуют до сих пор проблемы нехватки донорской крови. И также это мероприятие продиктовано тем, что Министерство здравоохранения правительства нашей страны обращает все больше и больше внимания на данную проблему. На данном мероприятии работало три площадки. Диагностическими площадками были площадки артериальной гипертензии. Всем известно, что артериальная гипертензия и гипертоническая болезнь в общем является наиболее злободневным заболеванием на сегодняшний день. Поэтому лишний раз измерить артериальное давление, дать рекомендации для доноров было бы на самом деле не помешало бы, если так можно сказать. Следующая площадка – это площадка, посвященная сахарному диабету. Мы измеряем уровень глюкозы крови как натощак, так и после приема пищи. И тоже даем рекомендации для доноров, чтобы в дальнейшем они обратились к своему лечащему врачу. Третья станция, посвященная вопросам проведения комплекса базовых сердечно-легочной реанимации, в этом году организована нами впервые. Актуальностью организации данного пункта послужила победа команды наших студентов в одной из номинаций первой всероссийской олимпиады студентов медицинских вузов, посвященном вопросам практических навыков «Золотой медскил», которая проходила в этом году в городе Москва. В процессе проведения мастер-класса нашими студентами проводится небольшая вводная лекция, озвучивающая основные моменты проведения базового реанимационного комплекса и оказания экстренной помощи пострадавшему. В дальнейшем все это демонстрируется непосредственно в манекенах, предназначенных для проведения базового реанимационного комплекса. И в заключении мастер-класса любой желающий может проверить и опробовать свои навыки непосредственно в манекене под чутким руководством как студентов, так и наших преподавателей.